направление «Классный руководитель». И сегодняшний вебинар посвящен как раз этому направлению, и тема звучит «Отборочный этап от А до Я для студентов бакалавриата». Позвольте мне представить сегодняшних спикеров. Это Ушакова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, начальник Департамента коррекционной педагогики и специального образования Московского городского педагогического университета. И Комаров Роман Владимирович, простите, немного волнуюсь, кандидат психологических наук, доцент, ученый-секретарь Московского городского педагогического университета. Итак, дорогие спикеры, предоставляю вам слово. Да, Анна Евгеньевна, спасибо большое. Мы действительно рады, что предоставилась такая возможность, и сегодня постараемся в деталях рассказать вам, как пройдет отборочный этап, тем более, что у этого нового направления есть своя история. И вот пару слов немножко об истории, то есть откуда ноги растут, откуда это направление выросло. Вы сейчас видите слайд в 2020 году, в марте месяце, вот мы с Еленой Викторовной, как сейчас помним, это было 23 марта, это был первый день локдауна в России, и в этот день мы запустили очень такой важный и амбициозный московский проект, который назывался «Психолог детского коллектива». Это была специально разработанная программа профессиональной переподготовки, не путать с повышением квалификации, то есть с присвоением новой квалификации, с серьезной нагрузкой, вы видите 270 академических часов, по инициативе исходило от Департамента образования и науки города Москвы, и в партнерстве с нашими коллегами, вот в частности городским психолого-педагогическим центром и благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», мы запустили этот проект, который был посвящен как раз тематике классного руководства в самых различных его аспектах. И эта программа состояла из пяти содержательных модулей. Мы сейчас с Еленой Викторовной как раз в двух словах расскажем. Елена Викторовна, если можно, вы начните. Да, конечно. Модули действительно были интересные, самое главное, что они нужны и психологу детского коллектива, которым выступает и классный руководитель, и просто учитель. Это, конечно, модуль современное детство, контекст, специфика, проблемы и вызовы. Мы все прекрасно понимаем, что каждый временной период детства приобретает свои новые контексты, да, и в нашем информационном обществе, где цифровизация и глобализация являются прямо основными вызовами. Конечно, очень интересно изучить этот модуль и посмотреть, что же меняется в развитии современного ребенка. Конечно, второй модуль, который на сегодняшний момент тоже крайне актуален, это проектирование и создание комфортной и безопасной образовательной среды. Каждый из нас сталкивается с этой задачей и, собственно говоря, варианты решения этой задачи были представлены именно в этом модуле. Конечно, большое внимание уделяется на сегодняшний момент управленческим функциям наших педагогов и административных управленческих команд и управления взаимодействием ключевых участников образовательного процесса. Это та значимая часть работы современного педагога, которая крайне важна для решения многих поставленных задач. Ребенок в классе, форматы и технологии, работа с коллективом. Мне кажется, на сегодняшний момент это тоже одна из актуальных задач, потому что, конечно же, уже отпадают те старые форматы, либо они становятся в новой интерпретации, интересны для наших детей. И здесь, конечно, мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы рассказать о тех традиционных и новых форматах и новых подходах к работе с детским коллективом. Ну и пятый модуль, мне кажется, он самый интересный и востребован. Мы знаем, что с 2012 года в законе об образовании в Российской Федерации в большей степени акцент сделано инклюзивное образование. Но инклюзивное образование предусматривает успешность каждого ребенка. Я еще раз хочу подчеркнуть успешность каждого ребенка. И поэтому проработать вопросы, которые связаны с академической жизненной успешностью обучающихся различных категорий, вне зависимости, есть ли у них особые образовательные потребности, нет ли у них особых образовательных потребностей, это тот модуль, который действительно заставляет о многом задуматься. И как раз автор этого модуля, Роман Владимирович, продолжит дальше. Да, спасибо, Елена Викторовна. В чем была специфика и, знаете, особый такой шарм этой программы? Значит, прежде всего мы работали с огромной аудиторией. Это было 1400 классных руководителей столицы, ну, либо учителя, которые собирались стать классными руководителями. Эта программа была реализована полностью в дистанционном формате, и поэтому наше новое направление в рамках Олимпиады, оно тоже будет реализовываться полностью в дистанционном формате. Этот формат себя прекрасно доказал, если он качественно организован, то дистант может носить как раз очень хороший такой развивающий эффект. Ну, вот, в частности, вы здесь видите скрин, наши 1400 человек были разделены на команды, это был еще один важный аспект, как раз командный дух. Знаете, как есть такая старая песня, да, что на медведе выйду я без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга. Вот, в данном случае мы придерживались этих ценностей, и в том числе эти ценности отразятся, мы сейчас чуть-чуть позднее скажем об этом, в рамках направления классный руководитель. Еще один аспект, который здесь был немаловажен, это то, что программа носила практикоориентированный характер. Сейчас мы переживаем время такой, знаете, как информационной интоксикации, да, сейчас модно говорить. И понятно, что просто, так сказать, транслировать, доставлять какой-то контент, это становится неэффективно. Поэтому мы проектировали именно в логике практикоориентированности. Вот, Елена Липцевна, если можно, добавьте пару слов. Да, и нам не хотелось, чтобы эти проекты легли в стол наших слушателей, наших участников программы. И поэтому нашей задачей было подготовить такие проекты, которые, с одной стороны, отражали содержание всех модулей программы, вы понимаете, что это возможно на сегодняшний момент. Конечно, носили практикоориентированный характер, и не только носили, но и были реализованы в практику. Поэтому наши выпускники в августе 2020 года к сентябрю имели готовые проекты к внедрению в образовательные организации. Проекты были разного характера. Они носили и индивидуальный характер, это был выбор наших слушателей, но были и командные проекты. Я, пожалуй, не буду говорить о том, что было приоритетно. Мне кажется, и тот, и другой выбор был достаточно интересен. Но самое главное, 463 проекта реализованы в жизни. По самым разным направлениям мы здесь специально вынесли только такие наиболее, так сказать, броские и яркие, хотя их было гораздо больше. Вы видите, да, это и вопросы работы в дистанте классного руководителя, это и вопросы безопасной среды и в целом современного образовательного пространства. И, конечно, очень такие частные, конкретные, как выстраивать коммуникацию и общение. Кто-то уходил в сайты и так далее. То есть тематика самая-самая разнообразная. И что нам особенно грело душу, и мы надеемся, что часть из вас, кто, так сказать, разделит наши ценности, тоже войдет в это сообщество. Очень интересно было то, что наши выпускники попросили сами создать сообщество выпускников этой программы. То есть это не планировалось изначально при проектировании ее, но, так сказать, наши классные руководители так прониклись с этими ценностями, что говорят, пожалуйста, создайте нам такое сообщество, мы бы хотели дальше делиться практиками, делиться своими находками и так далее. Вот в двух словах это была предыстория, откуда появилось направление классного руководителя в рамках Олимпиады «Я профессионал». Ну а теперь мы переходим уже непосредственно к содержательной части, к организационной и содержательной части пронаправления. Ну, пару слов сначала про партнеров, которые будут помогать нам и кто вместе с нами пойдет по этой траектории. Это, конечно, наши старые друзья из городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы. Это наши коллеги из Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Москвы. И если вы сейчас являетесь классными руководителями, но вдруг еще по каким-то причинам не входите в эту ассоциацию, то мы вам настоятельно, конечно, рекомендуем это сделать. Также наш давнишний партнер, с которым мы очень много сделали хорошего, это благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». И в том числе и на программе «Психолог детского коллектива», и в рамках работы на нашем направлении этот фонд делится с нами своими наработками. У них есть эксклюзивные наработки, поэтому я думаю, что кто из вас по-настоящему мотивирован и нацелен на победу и на результат, этими наработками мы с вами поделимся. Кроме того, городской методический центр, я думаю, его все хорошо знают. И наши тоже давнишние друзья и коллеги по самым разным тематикам, в том числе в тематике исследования психологии одаренности, персонализации и так далее, коллеги из Саратовского национального исследовательского госуниверситета имени Чернышевского. Вместе такой большой дружной командой мы и будем реализовывать это направление. Я надеюсь, что вам оно будет полезно. Елена Викторовна, если можно, пару слов про таймлайн. Да, мне кажется, про таймлайн, конечно, нужно говорить обязательно. И мы сегодня находимся на первом этапе нашей Олимпиады, когда проходит регистрация. И сегодня уже 8 тысяч зарегистрированных участников. Это достаточно большое количество, и мы рады, что столько внимания привлекает такая Олимпиада, которая позволяет проявить свои профессиональные навыки, которые формировались в ходе обучения. Обращаю ваше внимание, регистрация еще продлится до 7 декабря 2021 года, то есть этого года, да, и дальше мы с вами переходим в очень важный этап. Это уже непосредственно будет участие, когда мы говорим об отборочном этапе. Отборочный этап у нас начинается буквально-таки вот уже совершенно скоро, с 10 декабря по 26 декабря он продлится вообще в Олимпиаде. Но если мы говорим про направление классный руководитель, обращаю ваше внимание, что выделено несколько дат удобных для того, чтобы каждый мог распределить свое время либо в утренние часы, либо в вечерние часы, либо воспользоваться выходным днем для того, чтобы пройти отборочный этап. Пожалуйста, обратите внимание, это 17 декабря, пятница, с 16 до 21 часа будет открыта платформа. Это 21 декабря, вторник, с 12 до 17 будет открыта платформа. 25 декабря, суббота, с 9 до 14 часов будет открыта платформа для того, чтобы вы прошли первое испытание, да, это выполнение заданий тестового и кейсового характера. И хочу вам сказать очень важное замечание по поводу того, что работа в отборочном этапе проходит ровно в один час. Это очень важно понимать. И поэтому, если у вас возникли определенные сложности с входом на платформу, то с момента, как вы вошли на регистрацию и начали выполнять задания, с учетом выходов заново подключения у вас ровно час и не минуты больше. Если все же вы вошли в 20.30 в пятницу, но вы знаете, что платформа закрывается в 21.00, это значит, что на выполнение задания вам отводится ровно полчаса. Поэтому планируйте, как вы будете выполнять задания отборочного этапа, планируйте свое время для того, чтобы вам было комфортно, удобно. И, конечно же, проверяйте интернет-соединение. Да, про интернет очень важно. Очень и очень важно. Коллеги, интернет – это святая святых 21 века, поэтому обезопасьте себя всеми возможными способами. Совершенно верно. Да, и следующий этап, конечно же, вы должны узнать, каковы результаты отборочного этапа. И результаты свои вы узнаете в начале февраля 2022 года. Будут объявлены финалисты. Как вы об этом узнаете? Вы узнаете об этом, зайдя в свои личные кабинеты. И ваши результаты у вас будут в личных кабинетах. Следите обязательно за результатами отборочного этапа. Ну и дальше, по результатам отборочного этапа, конечно, не все, но некоторые попадут в финал. Мне кажется, такое это красивое слово «финал», когда ты понимаешь, что ты являешься уже полноправным участником, который получает доступ к выполнению основных заданий. Основные задания, они уникальны по своей структуре, в нашем направлении классный руководитель, потому что вы будете работать в двух треках. Вы будете работать в командном испытании. Это будет очень интересно, я вас уверяю. Но раскрывать все тайны совершенно точно не буду. И будете работать в индивидуальном треке, где вы будете представлять свои личные индивидуальные достижения. И то, что сегодня Роман Владимирович вам рассказывал о программе профессиональной переподготовки, это не просто там. Это для вас определенная подсказка. Поэтому это не просто история. Я вас слушаю. Ты сам захотел поучаствовать. Я на самом деле тоже с большим удовольствием участвовала бы, если бы не была разработчиком. Потому что в конкурсных испытаниях всегда есть залог моего личного успеха. И даже если ты не выходишь в финал, это все равно очень здорово. Вы знаете, и результаты финала на самом деле будут очень быстро объявлены. Они будут объявлены в мае. Но для того, чтобы дойти до финала, мы с вами должны еще пройти очень важный этап. Ваши работы, конечно, будут проверяться нашими экспертами, представителями именно тех организаций, партнеров, которые были обозначены Романом Владимировичем. Это пройдет в период март-мая 2022 года. Я уверена, что нам будет непросто проверять работу, потому что каждый участник – это уникальный участник. И оценить, несмотря на то, что, конечно же, определены уже критерии оценки, будет нелегко. Ну и итог Олимпиады – это май, мой любимый месяц, потому что это весна, это старт новых возможностей для меня. И для вас это тоже, надеюсь, будет стартом новых возможностей. Обратите внимание на ракету. Ракета уже летит вверх. И в мае 2022 года мы узнаем победителей по направлениям и по нашему направлению классный руководитель. Мне очень хочется вам помочь, и мы обсудили, несомненно, это. Обратите внимание, когда вы будете проходить отборочный этап, тестирование все ясно и понятно, кейсы тоже ясно и понятно, но технически могут возникать определенные сложности. Вы заходите на платформу, выбрав вопрос, ответив на него, вы обязательно должны нажать кнопочку «Отправить». Если вы ее не нажимаете, то, соответственно, никто не видит, как вы ответили. Не забывайте, пожалуйста, нажать на эту кнопочку. Это техническая составляющая, но самое главное – соблюсти технику. Да, и здесь, наверное, есть смысл добавить, что, коллеги, если вдруг у вас вот в тот самый час, пока вы проходите это тестирование, но вдруг там отвалился интернет или еще что-то, вы переподключаетесь с мобильного, или создаете точку доступа и подключаете ноутбук, значит, обратите внимание, вот вы прошли, например, ответили уже на 3 или на 5 вопросов, нажали «Отправить», эти результаты у вас уже сохранятся, то есть вам не надо заново это проходить. Поэтому вот это еще второй аспект, почему необходимо отправлять, потому что система будет сразу фиксировать то, что вы уже успели сделать. Поэтому этот нюанс важно удерживать в голове. Ну и пару слов теперь про сами задания. Если вы заходили и смотрели демо-вариант, наверное, вы уже частично наш квест разгадали, но если нет, то мы вам сейчас откроем, так сказать, внутреннюю логику, внутреннюю структуру. Знаете, как меня в свое время учила одна очень мудрая женщина, говорила «Правда, это лучшее орудие дипломата». Вот мы вам сейчас расскажем правду, как построены, значит, отпорочные задания. У вас 20 вопросов, все они носят закрытый характер, то есть надо выбрать ответ, не надо писать какие-то, там нет, у вас даже полей не будет, писать какие-то свободные ответы. Но эти 20 вопросов, они делятся на 4 группы. Значит, первое самое простое, они по степени, по уровню сложности выстроены, да. Первое самое простое – это базовые вопросы с очевидным ответом. Здесь не надо обладать какими-то суперпрогрессивными знаниями, здесь надо просто уметь логически, эмпатийно мыслить, подвязывать свой опыт, ну и постараться, так сказать, проявить проницательность, как мы обычно в психологии говорим. Второй уровень сложности на 3 балла – это вопросы с отрицанием. Они построены таким образом, что там есть «не». И вот здесь обращаем ваше внимание, то есть они не самые сложные, но важно внимательно читать, то есть не торопитесь на них отвечать, чтобы случайно не пропустить заложенный смысл, то есть ориентируйтесь на смысл, который идет от этого самого отрицания «не». Третий уровень – шестибальные вопросы. Это вопросы с несколькими правильными ответами. Что имеется в виду под правильными? Это значит, что в вопросе могут быть 2, 3 или 4 позиции, и правильным считается, если вы все необходимые позиции зафиксировали. Тогда за этот вопрос вы получите 6 баллов. Ну и самые сложные – это кейсы. Кейсы тоже, как я сказал, носят закрытый характер, то есть в нем надо будет выбрать правильный ответ, но здесь такие жизненные практические ситуации, которые встречаются в практике классных руководителей, поэтому вчитывайтесь, опять же, думайте, соображайте, так сказать, взвешивайте, и тогда все получится. В помощь вам в этом смысле можно, конечно, рекомендовать самые разные ресурсы. Мы могли бы вас, конечно, завалить сейчас списком литературы, но понятно, что всю литературу не перечитаешь, поэтому мы вам рекомендуем обратиться к ресурсу, который уже год существует в просторах интернета. Ресурс, который был разработан специально, особенно на первой волне пандемии, в помощь не только студентам, но и преподавателям, и вообще коллегам. Ну и такой просветительский наш проект называется «Ок МГПУ.ру». Ну, запомнить легко, да, окей, ок, и, главное, не ошибиться в написании университета. Ок.мгпу.ру. Значит, что это за ресурс? На этом ресурсе выложены различные видеоматериалы и лекции наших коллег, наших преподавателей университетских. Ну, здесь на скриншоте вы видите только несколько таких примеров. На самом деле он огромный ресурс, и в том числе на нем выложены почти все видеоматериалы, которые мы разрабатывали в свое время для психолога детского коллектива, то есть для той программы, про которую мы говорили вначале. Вот. В этом смысле, значит, еще один важный аспект, как эти материалы, так и задания, они четко соотносятся с вот этими пятью модулями, на фундаменте которых строилась программа психолог детского коллектива, и на фундаменте которого строится, соответственно, задание нашей с вами Олимпиады. Поэтому удерживайте это в голове, потратьте время. Видеолекции очень интересные, они специально нарезаны такими короткими кусочками по 10-15 минут, то есть это не так, что надо сесть весь вечер, так сказать. Вот. Я думаю, что вы найдете для себя, даже если это не связано с тематикой классного руководства, даже в просветительских таких образовательных целях, я думаю, вы для себя найдете много интересного. Ну и последний слайд нашей презентации, потом мы готовы будем ответить на ваши вопросы. Значит, немножко про платформы. Отборочный этап проходит на платформе Яндекса. Здесь, если вы уже заходили, смотрели, вы, так сказать, сориентировались, да, то есть это онлайн-тестирование и автоматизированная проверка результатов, то есть все очень просто, легко и, как сейчас любят говорить, юзер-френдли, да. А вот финальный этап, коллеги, конечно, мы вам всем желаем попасть, понятно, что не все попадут, но надеемся, что мы с вами, по крайней мере, кто сейчас пришел к нам на вебинар, и мы очень надеемся, что увидеть вас в финале, да. Вот. Ну и те, кто нас будет смотреть в записи, конечно, тоже. Значит, финальный этап, он будет строиться на платформе Microsoft Teams. Наш университет в этом смысле является лидером использования Microsoft Teams. 20 тысяч обучающихся, 2 тысячи преподавателей университета ежедневно совершают там десятки тысяч звонков и пишут полтора миллиона сообщений на этой платформе, то есть она доказала свою надежность, эффективность и, самое главное, развивающий эффект. Так вот, кто попадет в финал, специально для вас будут заведены корпоративные университетские аккаунты, и уже на этой платформе мы будем реализовывать те два трека, о которых говорила Елена Викторовна. В рамках командного трека, чуть-чуть приоткрывая завесу, да, без содержания, это будет и командная работа, это будет и peer-to-peer оценивание, это будет экспертиза командных решений, то есть это, так сказать, вот одно направление, поэтому мы и говорим про треки, да, используем этот термин. Вот, и в рамках индивидуального трека это будет работа над концепцией вашего уже индивидуального проекта, конечно, это работа, здесь есть разные веса оценки, мы в это не вдаемся, да, вот нюансы, но вот это будет экспертиза ваших концепций, это будет обратная связь, и, соответственно, такая небольшая, короткая защита ваших работ. И по совокупности, значит, этих двух треков уже и в дальнейшем будут определяться победители и призеры нашей Олимпиады. Итак, коллеги, вот мы вроде основные позиции расставили, возможно, у вас есть те вопросы, которые мы не затронули, но которые требуют вот такого освещения. Мы мониторим чат на YouTube трансляции и, соответственно, у нас с вами есть чат в Microsoft Teams. Значит, коллеги, если есть вопросы, вот даже уже пошли первые отзывы, все понятно, спасибо большое, да, спасибо Софе, спасибо Мухлисахон, который тоже нас приветствует. Если вы хотите задать вопрос в эфир, соответственно, поднимите, ну, кто в Teams сейчас с нами находится, поднимите руку, и я вас переведу в разряд выступающего. Так, вот нам Мухлисахон пишет, вы сказали, что проекты могут быть групповыми в таком случае, как проект будет оцениваться. Мы немножко не так сказали, да? Елена Викторовна, поясните, а я добавлю туда. Да, мы сказали о том, что будет командный трек и будет индивидуальный трек. В каждом из треков есть свои критерии оценивания. Командный трек, конечно же, мы сейчас в первую очередь говорим вообще про команды, управленческие команды, команды классных руководителей. Мы говорим о том, что умение работать в команде это одна из важных компетенций. И поэтому, поверьте, у нас есть специальный чек-лист для того, чтобы оценить проекты по вашему вкладу. Но завесу вот полностью мне очень не хочется открывать. Вот еще гость спрашивает, а методические материалы какие нужны для подготовки к финальному этапу? Коллеги, для финалистов у нас будет отдельный вебинар. Давайте сейчас переживем отборочный этап, потом будут подведены итоги. И, соответственно, перед финалом мы обязательно проведем один, а если надо, несколько вебинар. Ну, обязательно будет вебинар по работе на платформе Microsoft Teams и в том числе вебинар по подготовке, что нужно, чтобы эффективно пройти финал. Так, и вот гость еще спрашивает, а для отборочного этапа? Ну, смотрите, под методическими материалами мы-то подразумевали как раз тот самый ресурс ок.мгпу.ру. Зайдите на него, то есть там есть основные, так сказать, лекции, которые отражают содержание большинства вопросов. Там есть уникальные лекции по современному детству. Обращаю ваше внимание, они очень интересны, необыкновенно. Там уникальные лекции есть по академической жизненной успешности, по безопасности, по работе с коллективом, по управлению коллективом. Самое главное найти. На самом деле, на сегодняшний момент тоже это одна из компетенций найти информацию и правильно, критически к ней отнестись. Вам показали ресурсы, мне кажется, этот ресурс достаточно полно отражает все то, что представлено на отборочном этапе. Да, и вот Тамаре спрашивает, сколько нужно набрать баллов, чтобы пройти отборочный тур? Значит, ну, смотрите, если вы так посчитали баллы, которые были на слайде с заданиями, значит, у нас максимально баллов 100. Если вы все-все-все вопросы правильно закрыли, это 100 баллов. Дальше логистика следующая. Мы пока не знаем, сколько именно человек пройдет отборочный тестер, насколько по последней информации, может быть, она уже и не последняя, на вчера было около 8 тысяч регистраций на направлении «классный руководитель». Следовательно, дальше система работает каким образом? Значит, вот вы получили свой индивидуальный балл, система вас прорейтинговала, и, следовательно, определенный процент верхний тех, кто попадет в финал. Понятно, что у кого-то будут совпадать баллы, значит, они будут находиться в равных позициях. Надеюсь, ответил Тамаре. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Я вот параллельно смотрю. Людмила Коршунова на YouTube пишет. Спасибо. Спасибо, что смотрели, были с нами. Коллеги, есть ли еще вопросы? Мы полностью ваши. Видите, мы даже немножко, так сказать, форсировали события. У нас с вами заложен час на встречу, но мы уложились даже в полчаса. Вот, друзья, не стесняйтесь. Если хотите выйти в эфир и сказать голосом, поднимайте руку, и мы вас с удовольствием выведем. И посмотрим на вас. На самом деле, платформа дает вам много-много возможностей. Вы же можете участвовать не только в одном направлении Олимпиады. И мне кажется, это очень важно. А попробовать себя в разных направлениях, учитывая, что сегодня классный руководитель, это та надстройка педагогическая, которая есть у каждого специалиста системы образования. Она должна быть психолог детского коллектива, классный руководитель. То, мне кажется, сейчас очень правильно и своевременно попробовать свои силы. Сначала в отборочном этапе, а дальше посмотрим. Загадывать далеко никогда не нужно. Я всегда говорю, планируйте маленькими шажками, и вы получите от этого удовлетворение. Прохождение отборочного этапа это тоже маленький шажок, на который мы вас мотивируем, несомненно, и который вам принесет очень много в свое личное, профессиональное становление. Мне кажется, на сегодняшний момент это очень важно. Тем более мы делимся с вами уникальными ресурсами и уникальными разработками. Да, а вот нам Юлия Владимировна пишет, все было понятно и доступно. Отдельная благодарность за сайт ОКМГПУ. Ознакомьтесь с материалами. Да, на самом деле, знаете, у нас позиция университета, что мир сейчас должен быть открыт, надо делиться, понимаете, вот эта, так сказать, тенденция что-то утаивать, она в современном мире, по крайней мере, в третьем десятилетии 21 века контрпродуктивна. Сейчас век коллабораций, коммуникаций, сотрудничества, сотворчества, поэтому пользуйтесь на здоровье, и можем держать связь, мы всегда открыты, можем найти нас и в соцсетях, и по университетским контактам. Так, Надежда Евгеньевна спрашивает, после окончания прохождения тестирования высвечивается количество баллов? А это, наверное, вот нам Анна Евгеньевна подскажет. Анна Евгеньевна, скажите, пожалуйста. Да, после прохождения тестирования вы сможете посмотреть, сколько баллов вы набрали в своем личном кабинете. Насколько известно, каждый, кто зарегистрировался в Олимпиаде профессионал, получит доступ к личному кабинету, где будет всегда находить самую последнюю нужную информацию касательно всех этапов Олимпиады, в том числе и баллы за пройденное тестирование. Спасибо большое, Надежда. Ну что, друзья, мы желаем вам ни пуха, ни пера. Роман Владимирович, Елена Викторовна, спасибо вам большое, правда, за интереснейшее выступление, за яркую, интересную подачу материала. Я хотела сказать презентацию, не перестаю наслаждаться. И спасибо всем, кто был с нами, что провели меньше часа это время. Направление действительно очень интересное, но я напоминаю, что если вы не пройдете этап регистрации до 7 декабря, вы не сможете принять участие ни в одном из направлений Олимпиады, поэтому торопитесь, время осталось немножко. И также напоминаю, что всем, кто зарегистрируется, будет необходимо прикрепить студенческий билет, без него вы также не сможете попасть на дальнейшие туры Олимпиады. Или справку об обучении, насколько я помню. Если вдруг по каким-то причинам студенческого билета нет, вы можете запросить справку в университете. У нас в университете она выдается в личном кабинете студента. Да, абсолютно верно, что в нашем институте все автоматизировано, и выдается справка в личном кабинете. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать нам на почту, либо в личном кабинете после... Софья спрашивает, что будет, если студенческий билет не пройдет проверку до 9-12, ну, до 9 декабря, я отсюда. Тогда нужно уточнить, что вы подразумеваете под выражением «не пройдет проверку». Не совсем понятно. Ну, если он оригинальный, то никаких затруднений не должно возникнуть. Но мы же исходим из того, что он оригинальный. Да. Вы его хорошо сосканируете, да? Вот единственный нюанс, чтобы... То есть одно из требований, чтобы вся информация была четко, четко считывалась. Все действительные студенческие билеты и справки по опыту предыдущих сезонов проходят проверку. А вот Софья еще добавляет, билет загружен, но сказано, что проверка происходит до двух недель. Вам необходимо загрузить до 9 декабря, а остальные вопросы уже решают непосредственно организаторы, в какие сроки они проводят проверку. Ваша основная задача загрузить до 9 декабря. Так. И вот Тамаря спрашивает. Для магистрантов и бакалавров разные тесты будут? Да, Тамаря, очень прям очень проницательный вопрос. Разные. Мы же понимаем, что все-таки магистратура это уже второй уровень, да? Поэтому у магистрантов у них все 10 заданий. У них не 20 заданий, у них 10 заданий, но это все кейсы. То есть то, что у бакалавров идет только одним из вариантов, да, 10-бальным. У них только кейсы. Так, вот Наталья Васильевна тоже спрашивает. Здравствуйте. Если в личном кабинете написано данные подтверждены, значит, справка прошла проверку? Да. Если вы встретили именно формулировку такой фразы, что данные подтверждены, абсолютно верно. Справка прошла проверку. Замечательно. Смотрю на YouTube. Да, дорогие друзья, у вас еще есть немного времени для того, чтобы задать вопросы. Я знаю, обычно, чаще всего вопросы появляются после того, как нажали кнопочку выключить или вышли из аудитории. Но у нас с вами еще есть время, поэтому думайте, задавайте вопросы, мы готовы ответить. Да, и, кстати говоря, вот особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто у нас подключен в Teams, значит, вдруг появился вопрос, вы забыли его задать, значит, вы можете потом вернуться по этой ссылке, ничего страшного, и вам будет доступен чат. Вы можете написать в чат, соответственно, мы увидим это уведомление и вам ответим совершенно спокойно. Так, друзья, ну что, давайте на финишной прямой. Если больше нет вопросов, мы все-таки желаем вам ни пуха, ни пера, чтобы все получилось и очень ждем вас на этом направлении. Вот в наши студенческие годы таких, конечно, возможностей не было. Мы сейчас вот смотрим на вас и радуемся, как же хорошо жить в России. Так, вот Софья еще пишет, на второй этап будет дополнительная регистрация? На второй этап это вы имеете в виду на финал? Нет, а зачем? Зачем же? Не нужно. Вы же зарегистрировали сразу же на направление. Да, существует регистрация в Олимпиаду, где выделяется личный кабинет участника, и по дальнейшим вся информация, которая будет появляться с последующим этапом, например, с полуфиналом, но в данном случае у нас будет только финал, будет появляться в личном кабинете, и если будут дополнительные какие-то действия необходимые от вас, вы тоже эту информацию получите, своевременно не волнуйтесь. Только не забывайте заходить в свой личный кабинет. Обязательно. Ну что же, отлично. Я думаю, на все вопросы ответили. Но если друзья есть еще, давайте, пишите, мы с вами никуда не торопимся. нам Наталья Васильевна пишет, что удачи всем нам, ведь удачи и нам тоже понадобятся, уважаемые коллеги, потому что мы первый раз, и действительно нам тоже понадобится удача. Так что мы с вами первопроходцы, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы быть в историю внесены как первопроходцы в направление классный руководитель. Мне кажется, это вообще уникальная возможность на сегодняшний момент. Но с нашей стороны, друзья, мы можем так вот положа руку на сердце сказать, здесь собрались такие перфекционисты, идеалисты, которые либо делать хорошо, либо никак. Халтуру гнать это никому не интересно. Поэтому если уж собрались работать, то работаем. Как там Мурган-то все в программе говорит? Работаем. Вот из этой серии. Ну что, друзья, все тогда. Вам удачи. Держим связь. Если чего вспомните, пишите, мы вам оперативно ответим. И тогда на этом наш вебинар заканчиваем, прощаемся и уже совсем скоро с вами увидимся. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Успехов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова